так ребят приветствую сегодня день строители второе воскресенье августа поздравляю всех с профессиональным праздником строители даже тех кто закончил авто механический технику будьте всегда успешные здоровые веселые бодрые и все будет нормально так ребята вы знаете что я плотно сижу на продукции фирмы пуфос поэтому я решила сделать у себя ремонт в кухне где была декоративная штукатурка я наладила свет который я купила вот проявочный свет который является и проявкой и общим светом потом у меня на штате и потом поближе вам покажу потому что у меня сейчас вы не ставите я его направила на стену чтобы мы увидели все дефекты без вас я сняла уже там вверху и тут в углу внизу и прогрунтовала середина у меня вот до сюда прогрунтована здесь нет как мы проверяем что стены не грунтованы берем рукой и пыль у нас на руке ребята значит в чем сложность снятия декоративной штукатурки если она настоящая была как я купила у ольги городе кор в том что она очень крепкая и и и надо будет снимать ребята такими шпателями которые чуть не похожи вот по усилия и по жесткости как стамеска я ковыряла вот стамеской взяла даже мужа нашла болгарку короче вот вот в таком духе это покрытие у меня снимается только если я снимаю уже вот до шпаклевки до витамита то есть настолько она вот прочная куда я делаю шпатель тут мне еще один был деревянной ручкой пока бела нашла вот такой у меня шпателек есть деревянной ручкой и есть у меня также стамеска и ребят вот так соскребаю все с большой силы я когда стоял там наверху я также соскребала сверху с большим усилием стамеска шпатель беру и вниз подложила газеты под вы смеетесь до мной вот тетя юля кладет газеты газеты наше все я собрала в углах вот так скомкала выкинула и немножко замела все ремонт как говорится продолжается и чистота у нас на полу тоже соблюдается эти уже заговорила рефрена скребу ребята до прочного вот слоя прочный слой у меня следующий уже это шпаклевка витамин вот так соскребаю со всей силой у некоторых бывают болгарки с чашками но у меня болгарка была не с чашкой а с каким-то диском таким с напылением как будто ну как бы по форме как чашка но совсем не чашка поэтому я установилась и решила снимать вот так шпателеком ребята что-то у меня это покрытие вообще вообще не держится не надо до прочного слоя ну значит буду снимать почему не держится потому что гладкая если гладкая на гладком у вас никогда зацепа не будет снимем лишнего чё значит смотрите ребят у меня тут было мандала у мандалы очень острые края но это не значит что я острые края буду оставлять я всегда скруглею потому что круглые всегда очень хорошая форма хорошо пришиваться поэтому даже вот есть тут был выступ и тут выступ и тут и тут я все равно их скруглю такой вот этим своим пателем острым краем он у меня почти не гнется за счет того что он жестко я конечно могу вот эту операцию проводить шпателем очень спокойно тут вот такой шкварки снимается в грунту им и будем работать и вы знаете какая быстросохнущая шпаклевка которую я очень люблю это полка вот у них раньше было в белой упаковке of us шпаклевка это не реклама вот мне ребята знаете она другая чем то что сейчас они производят в желтых упаковках им запретили выпускать за счет того что защищена упаковка килограммовая вы сейчас не купите килограммовую упаковку на нее наложен запрет но зато запрет не наложен на упаковку в 15 килограммов то есть когда у вас есть дефекты не обязательно тащить мешок в 20 килограмм вы можете купить 15 и 5 килограмм спокойно и ими заделать полости которые у вас есть чем он хорош это альфа освобожденный гипс это гипс который в течение часа вот он резко у вас набухнет и вот вот эта гомогенная смесь у вас будет и как стартовая и как финишная и послойно вы можете ей вывести до 15 сантиметров где какая шпаклевка вам даст 15 сантиметров да никакая я вот ей работаю с 2001 года как начала работать у меня на нее подсадила фарина маляша которая закончила в свое время в детдоме она училась и жила и дали две специальности поварской дел и вот малярная и она мне вот рассказала что пофасы это наше все она гадью ли одним ну два мешка на всегда на квартиру заказывала и всегда и потолки делала и сложные какие-то проблемные места потому что она быстро схватывается она мелко дисперсионная вот там альфа освобожденный гипс который не фонит который из ответственных источников то что я вам говорила можно намазать стены и жить невозможно будет будет вонь у вас стоять а это вонь это не просто как бы запах понимаете вонь это очень агрессия большая на наше здоровье вот строитель ты чё намазали ушли денежек срубили и все а вам дожить поэтому обязательно покупайте читайте чтобы было из ответственных источников все эти вот марки м1 а1 это не просто так пишется так сейчас мы с вами доскребем прогрунтуем вот эту часть вот и я наведу у вас и мы с вами начнем замазывать его тугу и и середина сегодня уже встала середина видите какая прочная это поклёска декоративная она была заколированная массе и в один тонн заколирована с грунтовочной краской тут была краска парад 3 то есть степень глянца у нее три тройка это что такое ребята это матовая краска чем больше номер тем больше вас будут глянца тем больше вы можете ее мыть пленка там будет пленка и так далее на стирании счеток будет больше но нужно ли вам как бы на стенах чтобы так тереть эти стены кто будет их тереть вряд ли будет будете тереть чтобы они были глянцевые глаза будет вам тяжело глянцевой поверхности они же отсвечиваются как бы полумат еще как бы нормально для стен я так думал глянцевые стены но разве что в ванных помещениях где мало находитесь но они в основном как раз для ванных помещений данные так сейчас подшкряпим ребят под круглой форму погрунтуем и будем уже шпаклевать наведем шпаклевочку гипсовую будем шпаклевать середины вот эти почему я выбрал этот метод подготовки стен они стала штукатурить у меня тут была толщина 2 миллиметра что такое 2 миллиметра это шпаклевка стартовый за один раз и не факт что вы ее нанесете у меня тут уже наверху смонтирован кондиционер понимаете как поэтому я нашла есть два метода наносить средство какое-то или наоборот стирать демонтировать я демонтирую почищаю сейчас прогрунтуем мы идем шпаклевочку и будем уже с вами шпаклевать чтобы пока я поеду к маме за этим рулоном у меня тут сохла и на почему я решила ремонтировать кухню ребята потому что значит вот смотрите этому ремонту года два вот от кофе второй тоже раз от кофе начала тереть и краска начала белеть от всяких пималюксов вот поэтому я решила что я поклею флизелин качественные от пуфос вот мы его с вами протестим производитель заверяет что это сделано для европейского рынка вот что класса а плюс то есть это сделано волокна как бы ответственно не из макулатуры не которые не будут у вас фонить в которых нету формальдогидов и хлора вот все что опасно для здоровья представьте в таком объеме или вот в таком объеме будут у вас вот фону создаваться выше будете болеть в своей же квартире по цене он дешевле чем тоже сделанная германия раз рекламированы за 6 300 ну вы знаете этого производителя на букву мах и мы сейчас сравним с вами марбург о котором я говорила выше 130 грамм на квадратный метр в рулоне 25 метров и пуфос посмотрим если отличие как он клеится если пузыри стыке как подходят надо ли подшпаклевывать как потом берут берут на себя краску грунтовочную и укрывающие как фон у нас с вами смогут ли люди простые люди это сделать для себя сделать стены под покраску не четыре раза шпаклевать с этим боковым светом у них и нету этого света 19 тысяч понимать как у них будет самые простые светильники но и они хотят сейчас вот срочно все захотели уже несколько лет срочно все хотят стены под покраску в жилых помещениях не в жилых срочно вот обои им не нужны а нужны стены под покраску понимаете о том как это трудоемка они даже не задумываются вот с вами сейчас посмотрим сможет ли обычный маляр которого пригласят сделать высококачественные стены гладкие вот под покраску и покрасить зато будет эхо убираться потому что да я там флизелин чистый вот будет однотонное покрытие потому что это убирает ручной труд вы не можете вот залысины не делать и выступы а тут у вас все будет однородное гомогенное покрытие но будут стыке через метр значит стыке со стыком посмотрим как работать эти надо будет работать значит я вам покажу как то надо сделать значит я зачистила сейчас беру ребята грунтовку у меня глубокое проникновение который сохнет три часа для внутренних работ универсального я никогда не покупаю потому что на улице я почти не работаю не это универсальность не нужно смотрите я все зачистила сейчас я приберусь и вот эти газеты свои вот на полу теперь ребята я беру я вам говорила что я всегда наношу тока скюветы вниз не с какой ни с какого ни с ведра всегда у меня лоток которую надо раскатать на доске вот я раскатываю хочу на себя там раз два три раскатала одела палку деревянная у меня во всех углах по деревянной палки машине дома ребята вам не видно раскатываю грунтовку край обязательно стык между разными материалами у меня тут судя по всему была другая ребят вот желтоватая она гипсовая всех было полимерная шпаклевка сейчас мы с вами прогрунтуем углы вот я мандала в углу у меня в верхнем в нижнем и над ней стены я уже прогрунтовала ждала чтобы вам снять вот эту часть сейчас мы с вами прогрунтуем я наведу пофос и мы с вами начнем в этих углах вверх-вниз уже шпаклевать а за это время пока быстро сохнущая грунтовочку на с вами высохнет и будем уже шпаклевать потом середину поняли что им хочу донести сейчас пока делаем значит вот вот эти выбоины а там будет видно может быть и отшпаклюем все а может быть не будем шпаклевать разберемся ребята пишите комментарии ставьте лайки я никуда не пропадаю сейчас навожу пофос забираюсь и снимаем вам следующую часть пока